СОВРЕМЕННЫЙ МИР Чаще всего такое расстройство пищевого поведения становится катализатором многих серьезных заболеваний. Вообще, люди, страдающие переданием, у них, как правило, лишний вес. Они страдают ожирением. То есть, обычно это видно на УЗИ. Там есть признаки стеатоза – это накопление жира в печени. Также может быть поджелудочная железа. И также часто бывает у таких пациентов изжоги, гастроэрфигиальная рефлюксная болезнь, эрозия в пищеводе. Это связано с повышением внутрибрюшного давления. Часто такие пациенты после еды ложатся или некоторые поднимают тяжести. И это способствует забросу желудочного содержимого в пищевод. И таким образом травмируется слизистая оболочка. После переедания человеку могут помочь несколько простых правил, которых следует придерживаться. Ни в коем случае не стоит принимать горизонтальное положение. При нем процесс переваривания замедляется. Именно поэтому стоит выбрать что-то среднее между действием и бездействием, а именно размеренные прогулки или небольшую активность, которые помогут быстрее облегчить свое состояние. После того, как вы переели, ни в коем случае не рекомендуется в течение двух часов ложиться, потому что также это способствует рефлюксу. Потому что при горизонтальном положении, при также ношении каких-то тугих поясов, бандажей, то есть это тоже все способствует давлению повышенному и тоже может провоцировать рефлюкс. На смену пищевых привычек нужно время. Большого вреда от разового переедания не будет. Если же вы замечаете, что переедание становится системой, и вы не можете справиться с этим самостоятельно, обратитесь к специалистам. Врач-диетолог или гастроэнтеролог помогут вам составить рацион и выстроить систему питания, а психолог поможет разобраться с заеданием, стресса и эмоций. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.